Наша задача привести две рациональные дроби, каждую из них, к новому знаменателю. Первая дробь имеет знаменатель а-3, а привести ее надо к виду 3а-9. Итак, рассуждаем. 3а-9 – это разность, которая имеет общий знаменатель. 3. Вынесем его за скобки. В скобках а-3. А сейчас анализируем произведение. Один из множителей а-3 – это и есть знаменатель нашей данной дроби. Тогда, чтобы получить выражение 3а-9, я должна умножить старый знаменатель, в кавычках, или знаменатель данной дроби на 3. Но, чтобы значение дроби не изменилось, я должна умножить на 3 и числитель этой дроби, потому что по основному свойству дроби, умножая числитель и знаменатель на одно и то же число, мы получаем дробь, равную данной. Итак, делаем вывод. Насколько надо умножить числитель и знаменатель данной дроби, чтобы получить новый знаменатель 3а-9? Ответ на 3. Выполним это преобразование. 8а-3 равно, умножаю числитель и знаменатель дроби на 3. 8 на 3 и а-3 умножаю на 3. Получаю 3х8. 24, 3а-9. Данную дробь мы привели к знаменателю 3а-9. То, что от нас и требовалось. Рассуждаю. х квадрат минус у квадрат. Очевидно, что это разность квадратов. Раскладываю ее на множители. х минус у, х плюс у. Вижу, что один из множителей – это и есть знаменатель данной дроби. Тогда, чтобы получить выражение х квадрат минус у квадрат, я должна умножить данный знаменатель на сумму х плюс у. Но, чтобы дробь не изменила свое значение, я должна умножить на х плюс у и числитель этой дроби по основному свойству дроби. Тогда дробь числитель х минус у преобразуем. Умножим числитель и знаменатель на сумму х плюс у. 3х умножаю на х плюс у. Знаменатель данный умножаю на сумму х плюс у. Равно. Раскрываю скобки в числителе. 3х квадрат плюс 3ху делим. Разность, умноженная на сумму, это разность квадратов х квадрат минус у квадрат. Вывод. Мы привели данную дробь со знаменателем х минус у к новому знаменателю х квадрат минус у, как нас и просили. Задание выполнили. А сейчас нужно выполнить следующее задание. Дробь со знаменателем 5m минус 1 нужно привести к новому знаменателю 125m куб минус 1. Поделюсь с вами своими рассуждениями. Ну, во-первых, мне нужно понять, насколько надо домножить знаменатель 5m минус 1, чтобы получить 125m куб минус 1? Я предполагаю, что 125m куб – это куб следующего выражения. 5m и в кубе. Минус 1 в кубе. 5 в кубе – это 125. Тогда я знаю формулу разности кубов. Разность кубов двух выражений специально запишу сейчас как подсказку. Это разность двух выражений, умноженная на неполный квадрат их суммы. Разность этих выражений на неполный квадрат их суммы. Составляю разность выражений 5m минус 1. А сейчас запишу неполный квадрат их суммы. Это значит 5m в квадрате – 25m квадрат, плюс 5m умножаю на 1, получаю 5m, плюс 1 в квадрате – это будет число 1. Сравниваю полученное произведение с исходным или с данным знаменателем. Вижу, что 5m минус 1 – это и есть наш знаменатель. Тогда мне, чтобы получить знаменатель 125m в кубе минус 1, я должна умножить данный знаменатель на вот этот трехчлен. Но по основному свойству дроби, чтобы величина дроби не изменилась, я должна умножить на этот трехчлен и числитель. 5m плюс 1 умножаю на неполный квадрат суммы. При этом знаменатель 5m минус 1 умножаю на неполный квадрат суммы. Каких выражений? 5m и единицы. Сверну формулу. Разность двух выражений, умноженная на неполный квадрат их суммы, это разность кубов. Поэтому числитель 5m плюс 1 умноженная на 25m квадрат плюс 5m плюс 1. 5m в кубе – это 125m куб минус 1. Единственное, что остается сделать, если это нужно, раскрыть скобки в числителе, привести подобное слагаемое и получить более простое выражение в числителе. Но основная задача выполнена. Мы данную дробь со знаменателем 5m минус 1 привели к дроби с новым знаменателем 125m куб минус 1. Задание выполнили. Продолжение следует... Продолжение следует...